МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Особый противопожарный режим ввели в южных районах Иркутской области. Сотрудники различных ведомств будут проводить ежедневное патрулирование, разведение костров, сжигание сухой травы, а также приготовление пищи на углях запрещено. Для выявления нарушителей патрульной контрольной группы будут использовать квадрокоптеры. Шашлыки, сжигание мусора, разведение костров под запретом. В случае не выполнения требований пожарной безопасности и нарушения требований постановления правительства Иркутской области имеются санкции. Вторая часть Кодекса административных правонарушений, часть вторая статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений, наказывается штрафом для граждан в размере от 10 тысяч рублей. Начнутся на территории Ангарского городского округа патрулирование территории совместно с представителями различных служб. Это третий отряд ФПС, полиция, лесной контроль для выявления поджигателей и нарушителей особого противопожарного режима. С попытками мошенников похитить их аккаунты сталкивались две трети сограждан. Согласно одному из последних исследований, 66% респондентов сталкивались с атаками в соцсетях. 35% участников опроса назвали объектом атаки личную электронную почту. У почти трети пытались взломать банковские приложения, у 12% украсть данные мессенджеров. Чаще всего доступ к аккаунту мошенники получают благодаря утечкам на сторонних ресурсах. Накануне 52-летний мужчина перевел злоумышленникам 4,5 миллиона рублей. С ним связался якобы оператор сотовой связи с предложением продлить срок действия договора. Сказал, что в офис ехать не обязательно, достаточно продиктовать код из СМС. Через некоторое время звонят сотрудники госуслуг. Сказали, что госуслуги взломаны. И сообщили, что мы свяжемся с департаментом безопасности. Сказали, что госуслуги им позвонили, был взлом. И то, что моими сведениями забудели мошенники. Итоги тотального диктанта подвели в Иркутской области. На площадках в Ангарске свои знания проверили 220 человек. В читальном зале Центральной городской библиотеки прошло торжественное награждение отличников. Больше двух сотен участников и только 17 отличников. Ради заветной пятерки многие пробуют свои силы не единожды. Елена Боярская – постоянный участник тотального диктанта. Написать без единой ошибки ей удалось уже в четвертый раз. Я участвую уже в 11 раз. Но это у меня четвертая пятерка. Получается, что с восьмого раза только удалось пятерку получить. Но текст в этом году был несложный. Вот в нашем регионе. Я обычно пишу все части по традиции. Ну и в этот раз писала. Вот наша часть первая. Самая была простая. Каждый год для участников тотального диктанта пишут уникальный текст. В этом году его автором стала Анна Матвеева. В Ангарске акция проходит в 13-й раз. Организаторы отмечают, что участников становится только больше. Тотальный диктант 2024 года собрал 220 участников, что не может не радовать, потому что мы идем в положительной прогрессии. Участники с каждым годом прибавляются. Сегодня, 2 мая, мы наградим наших отличников подарками от наших партнеров и спонсоров. Традиционно акция прошла на шести площадках городского округа. Помимо четырех человек, которые написали без единой ошибки грамоты и подарки, получили и 13 участников, допустивших по одной. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Два часа развлечений ждут ангарчан и гостей города в цирке «Орион». Крымчане привезли в Сибирь программу «Хищник». До 19 мая включительно в парке ДК «Современник» можно увидеть воздушных гимнастов, клоунов, дрессированных животных. На премьере побывала наша съемочная группа. В программу входят номера самой разной направленности, которые в основном ориентированы на детей. Уже на первом представлении свободных мест в цирке не было. А посмотреть было на что открыло шоу выступление воздушной гимнастки Яны Гармаш. А яркий клоун не только веселит собравшихся шутками, но и вовлекает в представления маленьких зрителей. Отметим, артист в четвертом поколении Олег Кок не только талантливый клоун. Он автор многих номеров с дрессированными обезьянками, которые устраивают настоящее шоу. Мне больше всего понравилось с обезьянами. Под большим европейским куполом зрители могут увидеть выступления заслуженных артистов России, лауреатов цирковых фестивалей. Чтобы получилась такая насыщенная и развлекательная программа, репетировать приходится без остановки. Разумеется, каждый номер проходит отбор. Отбор всегда идет, в любом случае. У нас цирк крымский «Орион». Это новый проект, не имеющий аналогов вообще в России. Все новое. Тысячи светов, киловатт из звука. То есть это масштаб такого количества аппаратуры. Не возит ни один фрик шепетов в России. У нас аттракцион «Льва Ужира». Это аттракцион полностью второе отделение занимает. Контактная адресура со львами. Андрей Мацегин работает. Также хочу тоже заметить, что со львами очень мало. Сейчас дрессировщиков, особенно на контактной дрессуре, практически никого. Потому что все дрессировщики хищников работают на расстоянии палки. Ближе не подпускают. И действительно, алжирские львы вызвали особый восторг зрителей. Это настоящий говоздь программы. Хищники послушно стояли на задних лапах, перепрыгивали сквозь обруч и переходили с одной площадки на другую. Впечатление о львах, как они прыгали через кольца и как дрессировщики с ними обнимались. И очень сложно поверить, что львы так обращаются с людьми и как люди с ними. Представления будут проходить до 19 мая включительно. Билеты можно приобрести в кассе перед входом цирка «Орион». Альберт и Домни, новости 360 Ангарск. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Цирк Шапито «Орион» в Ангарске с невиданным шоу в России. 100 киловатт света и звука. Экзотические животные. С 1 по 19 мая возле ДК «Современник». Летняя школа «Сарабан» легко, весело и интересно научит вашего ребенка. Слушать, думать, запоминать, читать, считать и поверить в себя. Работают курсы. Ментальная арифметика. Спидкубинг. Научим читать за 15 занятий. Подготовка к школе. Каллиграфия. Таблица умножения за 15 уроков. Первое занятие бесплатно. Запись уже идет. Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирическом комедийном спектакле «Танцуй со мной». 26 мая. ДК «Современник». Танцуй со мной. Выставка, приуроченная к 9 мая, открылась во Дворце ветеранов Победа. Участницы творческого объединения «Идеи для подарков» представили макеты зданий времен Второй мировой войны. Итак, смотрим. 28 апреля 1945 года советские войска начали боевую операцию по захвату Рейхстага. Командование делало акцент именно на этом здании, поскольку оно являлось для гитлеровцев последней надеждой. 1 мая того же года на здании было установлено знамя Победы. Именно макет Рейхстага стал главным на выставке, которую подготовили к 9 мая во Дворце ветеранов Победа. Как мы увидели идею нашей выставки, что здания тоже говорят, что они тоже могут. Вот мы решили ее выразить, значит, эту войну через здание. То, что они так же плачут, так же, как говорится, и спасают людей. И поэтому мы решили, в общем, выразить эту идею войны, как война что-то подлое сделала, через здание в основном. Идея создать такую инсталляцию появилась еще в прошлом году. На подготовку ушло 4 месяца. Ангарчанки каждую неделю собирались во Дворце ветеранов. Все макеты сделаны из картона и бросовых материалов. Женщины, дав волю своей фантазии, создали более 20 зданий времен Великой Отечественной. Эта идея, она много лет никого из нашего поколения не покидает. Мы всегда помним об этом. Наши родители, без исключения в нашем возрасте, все знали, что такое война. Как эти бремя тяжести легла на их плечи. И они сумели победить, сумели дать нам светлое будущее. Мы, наше поколение, вот 70 плюс, мы все воспитаны на их, как бы вам сказать, на их примерах. Начал дело, доделывай. Ангарчанки создали инсталляцию в память о своих родителях, которые прошли всю Великую Отечественную войну. Выставка будет работать до 25 мая. Ксения Высоцкая, Альберт Домлин, Новости 360, Ангарск. Парить в воздухе и испытать чувство невесомости теперь стало возможно благодаря аэродинамическим комплексам. Там люди по-настоящему учатся летать и даже исполнять спортивные элементы. Как устроить необычные выходные и провести время весело узнавала Ксения Высоцкая. Парить, как птицы, до недавних пор могли только парашютисты-экстремалы. Но научный прогресс дал эту возможность всем. В Иркутском районе работает развлекательный комплекс «Флай Пипл» с аэродинамической трубой. Здесь можно научиться летать за несколько минут, подарить себе море впечатлений и поднять тонус организма. Важно отметить, что развлечение на 100% безопасно. Во время полета Вас поддержит опытный наставник, но до этого обязательный инструктаж. Всегда присутствует оператор, который следит за мощностью, за всем, что происходит в стакане. То есть управляет мощностью, говорит инструктору о каких-то возможных недочетах в полете. Всегда с Вами вместе находится инструктор, который всячески контролирует Ваш полет, указывает Вам на Ваши ошибки, напрямую воздействует на позицию Вашего тела. Все созданы для того, чтобы Ваш полет был безопасным и крайне веселым. Еще одна особенность аттракциона – специальный костюм, шлем и обувь для удобного полета. Все это предоставляют в комплексе. «Флай Пипл» – отличное место для проведения праздников, корпоративов или незабываемого отдыха со своей второй половинкой. Помимо этого, здесь обучают будущих спортсменов парашютного спорта. В детскую школу полетов приглашают ребят от 6 до 18 лет. Занятие, возможно, как в группах, так и индивидуально. «Чему вообще мы можем научить детей, что они могут здесь, чему научиться? Это, во-первых, конечно же, контроль над своим телом, то есть это, во-первых, гибкость, во-вторых, координация, что немаловажно, физическая сила, возможность бороться со своим страхом, во-первых, высоты. То есть у нас очень много детей, так получается, почему-то приходят с боязнью высоты. Конкретно почему-то вот эта категория детей. И со временем, то есть с месяцами тренировок, у них эта боязнь не то чтобы уходит, но, по крайней мере, крайне нивелирует. Евгения и Яна давно мечтали о прыжке с парашюта. Аттракцион стал первым шагом к его исполнению. Технические полеты полностью идентичны. Наши друзья знали, что нам что-то не хватает, чего-то остренького в отношениях, и подарили нам этот прекрасный полет. Зарядились мы, конечно, максимально. Спасибо огромное инструктору, который нам все объяснил, такой терпеливый, на все наши вопросы отвечал, прислушался к нашим каким-то просьбам. Давно хотел попробовать, и в этот раз, наконец-таки, получилось. Эмоции просто переполняют. Такой шквал получил грандиозную эмоциональную разрядку. В общем, всем рекомендую. Это отличное мероприятие. Я очень была рада и как будто бы полетала в облаках. В комплексе действуют постоянные акции. Именинникам дарят две минуты полета. А если купить сертификат онлайн, то любому участнику подарят дополнительную минуту. С полным перечнем скидок и акций можно ознакомиться на сайте FlyPeople38. Аэродинамический комплекс расположен на Байкальском тракте по дороге в Листвянку. Ксения Высоцкая, Марина Минченко, Новости 360, Ангарск. Третий по важности праздник для сограждан после Дня Победы и Нового года – Пасха. Согласно данным опросов ЦИОМ, для 12% это священный обряд. Так как две трети респондентов относятся к нему как к традиции – культурно-исторической, семейной или же формальной. Кроме того, у каждого десятого опрошенного Пасха ассоциируется с приятными приготовлениями к празднику. Подведены итоги открытого первенства спортивной школы Ангара на призы одного из основателей ангарской школы бокса Виктора Бертуды. Напомним, в турнире приняли участие без малого 220 юношей и юниоров из разных сибирских регионов и Монголии. Посмотреть на поединки пришли многочисленные болельщики, ведь в зале Ангары сильнейшие боксеры турнира. После предыдущих дней соревнований проходят финальные противостояния. Первое место в своем возрасте и весе в упорном бою завоевал представитель Хамутова Григорий Адулин. Было сложно подойти. Соперник высокий, длинные руки. Но я с кончика бил. Слева попадал хорошо. В ринг выходили юниоры и юноши. В состязаниях поднимала участие делегация из Монголии. Отметим, уже не первый год. Мы, каждый государь приезжает, это хороший турнир. Дети, каждый приезжает, опыт получает. Делать, это хороший турнир. Остально организуют так. Очень спасибо. Друг друга опыт получают. Золото в своих возрастах и весовых категориях завоевали Кирилл Харин, Артем Гольдер, Бенамин Сангинов, Муслих Еров, Дамир Норов, Илья Беляев, Егор Грачев, Тимофей Круть. Кроме того, Тимофей получил грамоту от Федерации бокса Ангарска за лучшую технику. Альберт Гомни, новости 360 Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 4 мая преимущественно солнечно, днем температура воздуха составит 8 градусов тепла, в темное время плюс 3. Ветер северо-восточный 1,3 м в секунду, атмосферное давление 716 мм ртутного столба. В Листвянке солнечно, днем до 6 градусов, ночью на термометре можно будет наблюдать плюс 2. Ветер юго-восточный 2,4 м в секунду. Летние каникулы не за горами. Сделать отдых детей интересным и полезным поможет Центр семейного отдыха Би-Би-Кафе. Максимум свободы под присмотром профессионалов. Калейдоскоп событий, мастер-классы, прогулки, соревнования, посещение выставок, различные развлечения. Центр Би-Би-Кафе по адресу 33 микрорайон, дом 9Е. Телефон 8-950-120-77-74. Уникальный многоцелевой центр семейного отдыха Би-Би-Кафе. У нас можно учиться, развиваться и отдыхать. Обучающие игры в собственном кинозале, семейные праздники и школьная продленка. Все это в Би-Би-Кафе. Мы создаем мир счастливых родителей. 33 микрорайон, дом 9. А теперь о погоде в Ангарске. В субботу облачно, днем 17 градусов, ночью до плюс 3. Ветер юго-восточный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангаромедия. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Блю про бабочку свою, она пережила войну. Ребенком голодала и хлеб не доедала. В семье своей в те времена в хозяйстве помогала. Давно уж кончилась война, и мирно зажила страна. У бабушки моей забота, семья, учеба и работа. Ее заслуг не пересесть, и ордена, и звания есть. А если станет грустно ей, приду я к бабушке своей. И ей на ушко прошла чура о том, как я ее люблю. Что в мою нежность доброту всем сердце ощутила. Зовут мою прабабушку Валенца Валентина. Не забыть блокаду Ленинграда. Девятьсот блокадных страшных дней. Тех, кто чудом вырвался из ада, потеряв любимых и друзей. Не забыть обстрелы и бомбежки. Вой сирен в кромежной темноте. Даже запах маленькой лепешки. На ржаной замешанной муке. Не забыть по Ладоге дорогу через льды, торосы, снегопад. Лишь ему известно было, Богу, выстроит ли город Ленинград. Но никто не думал здесь сдаваться. Мужество и стойкость проявил. Чтим и помним подвиг ленинградцев. Кто нам жизнь и счастье подарил. Толбится русская печка. Кверху тяга, я на траву в крылечках молча лягу. По небесах смотрят глаза, а на траве снова роса. Малые глаза, молодые, малые, родные глаза. Тянутся годы струною, звонко, прямо. Мама, мама, поговорила б со мною. Мама, мама, но лишь в небесах смотрят глаза. А на траве снова роса смотрят из самого детства. Малые глаза. Малые глаза. Малые слова. Малые состояния. Малые глаза. Малые школы, молодые глаза. К headers'у, молодые, родные глаза. Это высокое небо, мамы, родные глаза Аплодисменты Моё колечко потеряла я любовь Эй, потеряла я любовь Аплодисменты Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон»